Универсальное антибактериальное средство, успокаивающие маски, увлажняющие кремы из ферментов червей. Омский ученый выиграл грант на разработку косметических препаратов из продуктов жизнедеятельности беспозвоночных. Из-за небольших затрат на производство они могут заменить зарубежные аналоги. Стоить будут в разы дешевле. О том, как дождевые червя помогут вернуть молодость кожи, расскажет Светлана Иловнарова. Мокусный крем и капролит дождевых червей. Для обывателя набор слов, для исследователя Станислава Князева смысл всей его научной деятельности за последние пару лет. Он сотрудник лаборатории при Омском педагогическом университете. Изучает все, что связано с беспозвоночными и почвой. Его работу признали одной из лучших на конкурсе инновационных проектов «Умник». Станислав выиграл грант в размере 500 тысяч на изучение выделений дождевых червей. Первая часть его работы посвящена так называемому капролиту. Находясь в земле, беспозвоночная заглатывает частички почвы. В организме они насыщаются биологически активными веществами, полезными и для человека. Если мы помещаем дождевых червей, например, в те же самые среды с добавлением глин, тех же самых косметических, к примеру, добавляем к этому уже травы, те же самые, которые вот того же рода аптечные, червь поглощает субстрат, выдаёт уже активизированный продукт, вот эту вот уже глину, объединённую с растительным лекарственным субстратом. И вот уже вот эту часть можно носить как маску. Червь заглотит ромашку, субстрат будет успокаивать кожу. Съест зверобой – вещество снимет воспаление. Но если кожу нужно дезинфицировать, тут поможет мукусный секрет. Это слизь на теле червя. Хороший антисептик, утверждает учёный. Уже несколько лет на рынке есть похожий косметический продукт – улиточный крем. Выделение этого беспозвоночного тоже имеет антисептическое свойство. Вдобавок содержит коллаген. Из 10 червей получается вот такая пробирка мукуса. Здесь примерно полтора миллилитра, и этого объёма хватит на то, чтобы обработать ладонь. Чтобы эти косметические средства появились в магазинах, нужно провести опыты на людях и сертифицировать продукт. Планируем провести анализы, чтобы определиться с составом, с безопасностью самого продукта, что в него входит, какие могут быть последствия. И уже потом на второй год хотим попытаться создать тест-группу, на которой можно будет протестировать. Мне, например, ВКонтакте уже присылают сообщения люди, что они хотели бы и готовы на себе уже испытать. Уже через два года в магазинах может появиться биологически активная добавка. Причём в процессе её производства ни один беспозвоночный не пострадает, говорит учёный. К тому же этот отечественный препарат будет стоить в разы дешевле зарубежного аналога. Ведь содержать и добывать своих червей дешевле, чем заморских улиток. Светлана Еловнарова и Павел Хадынский. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова